Привет, друзья! Говорят, что вежливость всегда в моде, но бывает сложно оставаться в тренде, когда говоришь на иностранном языке. Часто возникает необходимость сказать фразу спонтанно в ответ на какое-то действие, и эта сама фраза затерялась где-то в дальних уголках памяти и никак не вспоминается. Поэтому сегодня я хочу сделать обзор полезных фраз, которые помогут в общении. Мы рассмотрим разные ситуации и обговорим, что было бы уместно сказать в этот момент. Эти фразы несложные, но, надеюсь, вам будет интересно и полезно. Когда кто-то пришел к вам в гости, и вы хотите помочь вашему гостю чувствовать себя комфортно, можно сказать фразу Make yourself at home. Чувствуй себя как дома. Make yourself at home. Если вас посещает несколько гостей, не забываем о грамматике и меняем число местоимения на множественное. Make yourself at home. Также можно сказать Make yourself comfortable. Располагайся поудобнее. Когда вы сели с гостем за стол и собираетесь вкусно поесть, уместно будет сказать фразу Help yourself. Угощайся, бери что хочешь. Когда я впервые услышал эту фразу, я ее сразу же запомнил. Помоги себе сам. Help yourself. Ее нельзя не запомнить, а можно даже и дополнить. Например, Help yourself to some cookies. Бери печеньки. Угощайся печеньками. Эту фразу можно употребить не только в отношении еды. Она может значить Бери и не спрашивай. Пользуйся на здоровье. Например, когда вас просят позвонить. Can I use your phone? Sure, help yourself. Можно взять твой телефон? Конечно, пользуйся. Если вы обращаетесь к нескольким людям, также меняем форму местоимения и говорим Help yourselves. Рассматриваем следующую ситуацию. Вы встречаете своего знакомого в кафе или ресторане, где он наслаждается поеданием вкусного обеда. Перекинувшись парой фраз, на прощание будет уместно сказать Enjoy your meal. Приятного аппетита. Фраза Enjoy your meal немного отличается по употреблению от принятой в русском языке приятного аппетита. Enjoy your meal говорится, когда вы не едите вместе с человеком, а просто желаете ему приятно поесть. Если вы встречаете знакомого, с которым давным-давно не виделись, можно сказать фразу Long time no see. Давно не виделись. Сколько лет, сколько зим. Hey buddy, how are you doing? Hey Jim, long time no see. Привет, дружище, как поживаешь? Привет, Джим, давно не виделись. Когда кто-то рядом с вами чихнул, можно на всякий случай отбежать подальше и вежливо сказать Будь здоров. В английском эта фраза звучит так God bless you или просто bless you, будь здоров. God bless you, bless you. Если ваш знакомый приболел и вы хотите пожелать ему скорейшего выздоровления, можно сказать следующие фразы. Get well soon, I hope you feel better soon. Поправляйся скорее. Также очень распространена фраза I wish you a speedy recovery. Желаю тебе скорейшего выздоровления. Get well soon, I hope you feel better soon. I wish you a speedy recovery. Когда вы хотите пожелать кому-то счастливого пути, можно употребить фразу have a safe trip – счастливого, безопасного пути. Если человек едет за рулем своего автомобиля, можно сказать drive safe – едь безопасно. Have a safe trip – drive safe. Если кто-то предлагает вам провести время вместе или прийти к нему в гости, но вы хотели бы перенести предложение на попозже, можно употребить идиому to take a rain check. Ее происхождение связано с бейсболом. Считается, что если в день матча шел сильный дождь, зрители, купившие билеты, могли обменять билеты на другой матч попозже. Это и называлось rain check. Сейчас эта идиома активно употребляется в повседневной жизни. Например, Мы идем за покупками. Хочешь с нами? Можно в другой раз? Я очень устал. Когда вы хотите пожелать кому-то удачи, можно использовать следующие простые фразы. Best of luck или good luck. В этом контексте не могу не упомянуть веселые варианты пожелания удачи, которые обычно очень смешат изучающих английский язык. Они употребляются в обращении к человеку, которому предстоит какое-то выступление. Это фраза break a leg – сломай ногу буквально, и фраза knock them dead – срази всех на повал, выступи на свой максимум. Ее полный вариант звучит так – knock them dead, но ее принято говорить именно в сокращенном варианте – knock them dead. И последняя на сегодня фраза. Я ее уже рассматривал раньше в своих видео. Это фраза take your time. Она очень распространена и пригодится в самых разных ситуациях. Например, Вы сделали человеку какое-то предложение, но он не готов дать ответ сразу и говорит Мне нужно подумать над вашим предложением. Вы можете ответить Конечно, не спешите. Давайте еще разок проговорим все фразы, которые встретились в сегодняшнем уроке. Make yourself at home. Make yourself comfortable. Help yourself. Enjoy your meal. Long time no see. God bless you. Bless you. Get well soon. I hope you feel better soon. I wish you a speedy recovery. Have a safe trip. Drive safe. Can I take a rain check? Best of luck. Good luck. Break a leg. Пишите, какие из этих фраз вы употребляете в речи, а какие были для вас незнакомыми. Какие еще варианты можно добавить в сегодняшний список? Надеюсь, вам сегодня было интересно и полезно. В процессе подготовки сегодняшнего материала начал зарождаться новый урок об общих советах, как сделать свою речь более вежливой и приятной. Если вам интересна эта тема, пожалуйста, напишите в комментариях что-то вроде «жду продолжения». С вами был Кирилл. Спасибо за то, что смотрите. Увидимся в следующих видео.